Беспорядки с участием радикалов и более 30 задержанных. Так, сегодня в Киеве прошел День Победы. В центре столицы перекрыли улицы, усилили меры безопасности. Пройти в парк Вечной Славы к могиле неизвестного солдата можно было только через металлоискателей и досмотр спецслужб. Но и это не спасло от провокации. Все подробности у Александра Васильченко. У парка Славы сегодня многолюдно. Несмотря на усиленные меры безопасности, металлорамки и осмотр полицейскими при входе, почтить память погибших во Второй мировой собралось несколько тысяч человек. В сопровождении ветеранов и первых лиц государства Петр Порошенко возложил цветы к Вечному огню. Со слезами на глазах уже который год День Победы вспоминают ветераны. Я горюю за теми, сколько ушло украинцев. На мотоцикле приехали наши. Он сказал, что мы отступаем, но ждите, мы вернемся, все равно вернемся. Это впечатление у меня сохранилось на всю жизнь, что уверенность была уже тогда. Почтить память украинцев, погибших во Второй мировой, к могиле неизвестного солдата пришли и оппозиционеры. Это, наверное, самый светлый и самый великий праздник нашего народа, нашей страны. И никакие попытки его преуменьшить, они не пройдут. Люди все равно помнят о погибших. В каждой семье есть свои воспоминания. Через каждую семью прошла война. И люди всегда будут помнить о тех, кто отдал жизни за их свободу. Предстоятель Украинской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Ануфрий, ослужил у мемориалом поминальную панихиду о тех, кто погиб на поле брани. Присутствовали на богослужении народные депутаты. Панихида посвящена памяти всех убитых в этой страшной войне, всех наших соотечественных, которые положили свои головы за нашу жизнь и за нашу страну. Украинский народ – это народ победитель в Великой Отечественной войне. И это не надо никому забывать. То, что сейчас здесь происходило, это как раз дань памяти тем, кто сложил свои головы за нас, за наше будущее, за будущее наших детей. Идут попытки переписать историю, и ветераны чувствуют, что идут попытки преуменьшить их подвиг. А они эти страшные трагедии пережили на себе, они восстанавливали страну. И им больно и обидно за то, что пытаются сейчас преуменьшить это все, преуменьшить их заслуги. Вот это самое плохое, и страна, и государство, и власть, которые пытаются забыть свою историю, это политический тупик, это путь в никуда. Поэтому мы будем всегда защищать наших ветеранов, мы будем всегда говорить о тех светлых историях нашей страны, тех подвигах, которые они сделали, для того, чтобы наше молодое поколение знало, какой ценой досталась свобода нашей стране. Торжества, приуроченные ко Дню Победы, продолжились у подножья памятника Родина-Мать. Там глава государства присутствовал на военной присяге, которую давали новобранцы президентского полка. И как президент Украины, я заслуживаю найглибшую повагу и шану всем ветеранам Другое святое войны, учасникам национального украинского визвольного руха, громадянам, которые зазнали жахи нацистских переследований. А как верховный главнокомандующий, я дякую украинским военнослужбовцам не обошлось в столице без провокаций. Столкновения начались возле офиса ОУН во время шествия бессмертного полка. Там колонну забросали яйцами и емкостями с краской. Затем в толпу полетела дымовая шашка. Позже столкновения радикально настроенных активистов с участниками марша произошли в парке вечной славы. Правоохранители сообщили о задержании 25 нарушителей порядка. Александр Васильченко, Анна Каменева, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер.